30 марта 1970 года на экраны страны вышел фильм, который совсем скоро будет знать наизусть каждый школьник белое солнце пустыни каждый школьник будет знать наизусть откуда и куда шел товарищ сухов и кто ждал его в этом волжском далеке но еще тверже каждый школьник выучит наизусть песню про письмецо в конверте погоди не рви выучит ее однажды и навсегда ваше благородие госпожа разлука мне с тобою холодно вот какая штука письмецо в конверте погоди не рви не везет мне в смерти повезет в любви в марте 1970 года на экраны страны вышел фильм о красноармейце сухове который идет через пески с боями и потерями и думает только о о катерине матвеевне ждущий его далеко далеко в самаре это о ней катерине матвеевне все его мечты и мысли и только к ней он стремится душа моя рвется к вам ненаглядная катерина матвеевна как журавль в небо однако случилась у нас небольшая заминка полагаю сутка на трое не более а именно мне как сознательному бойцу поручили спроводить группу товарищей с братского востока обратно пишу вам разлюбезная катерина матвеевна поскольку выдалась свободная минутка и разнежился я на горячем солнышке будто наш кот вальшка на заваленке сидим мы сейчас на песочке возле самого синего моря ни о чем беспокойство не испытываем солнышко здесь такое аж в глазах бело а между тем автор стихов звучащий фильме песни про госпожу удачу булат а коджава в эти же самые дни писал совсем другое письмо которое начиналось такими словами уважаемые товарищи я никогда не беспокоил вас просьбами личного характера но обстоятельства складывается к сожалению так что я вынужден изменить своему правилу говорят что творческая судьба зависит в основном от способностей усердия и доли удачи на протяжении 15 лет литературной работы я сумел проявить кое-какие литературные способности и не считаю нужным об этом распространяться я был достаточно усерден и времени зря не терял небольшие удачи мне сопутствовали но видимо есть еще некая сила помимо нас самих от которых зависит наша работа успех и материальное благосостояние а вот дальше коджава писал вот несколько моментов странно определяющих мое положение первое в течение более 10 лет я отношусь к лицам вход которым на телевидении радио запрещен почему второе в восьми зарубежных странах вышли долгоиграющие пластинки с моими злополучными песнями стихами а на родине ни одной если не считать трех песен в кругозоре да и то стыдливо переписанных с парижской пластинки третье один из ведущих режиссеров нашего театра попытался сценировать роман для телевидения ему посоветовали оба куджаве и не заикаться может ли мне кто-нибудь объяснить в чем здесь дело может был отшалович может потерпите немного и мы все вам объясним в октябре 1964 года булата куджава приехал в куйбышев в составе бригады от бюро пропаганды здесь его и застало событие которое поставило точку эпохи получившие название эпохи оттепели в октябре шестьдесят четвертого года цк кпсс сместил никиту хрущева с поста председателя совета министров и генерального секретаря цк кпсс уже потом а куджава как и еще многие другие узнает что дружную критику своих вчерашних единомышленников хрущев принял на удивление кротко извинился за неоднократно проявленную грубость сказал что считает происходящее своей победой я горжусь что теперь партия может контролировать одного человека вот вы собрались здесь и мажете меня а я все терплю это произошло 14 октября а уже через два дня 16 октября в главной партийной газете правде появилась публикация которой говорилось что никита сергеевич хрущев смещен со своей должности в связи с допущенными ошибками которые он по возрасту не сможет исправить лично черным по белому в главной партийной газете говорилось про допущенные ошибки первого лица который он не сможет исправить лично утром 16 октября булат а куджава постучал в номер еще одного приехавшего с ним участника бригады от бюро пропаганды ты слышал нет что такое по радио передали хрущев на пенсии вечером у бригады был очередной концерт и а куджава которую в традиции выпускали последним начал свое выступление с молитвы франсуа виона она исполнялась как стихи без музыки и когда он прочел строки дай рвущемуся к власти навластвоваться сласть зал замер то ли в восторге то ли в ужасе от храбрости автор стихов пока земля еще вертится пока еще ярых свет господи дай же ты каждому чего у него нет умному дай голову трусливому дай коня дай счастливому денег не забудь про меня пока земля еще вертится господи твоя власть дай рвущемуся к власти навластвоваться сласть дай передышку щедрому хоть до исхода дня кайну дай раскаяние и не забудь про меня я знаю ты все умеешь я верую в мудрость твою как верится солдат убитый что он проживет в раю как верит каждое ухо тихим речам твоим как веруем и мы сами не ведая что творим господи мой боже деленоглазой мой пока земля еще вертится и это есть странно самой пока еще хватает времени огня дай же ты всем понемногу не забудь про меня вечером в гостинице долго спорили о перспективах кто-то с молодой горячностью доказывал что произошедшее свидетельствует о демократизации впервые в российской истории самодержца сместили таким демократическим путем а куджаба скептически хмыкал он хорошо представлял себе меру демократизма цк но и он не мог не признать обошлось без крови спасибо и на этом на следующий день возвращаясь с очередного концерта а куджав ушел чуть-чуть впереди остальной группы и вот здесь в дверях гостиницы он столкнулся с подвыпившим местным жителем тот заметив что толкнул а куджаву пробормотал что-то извинительное да ради бога о чем речь ответил ему а куджава но подвыпивший куйбышевец увидев в этих глазах поэта утонченное оскорбление а вдруг развернулся и что есть мочи ударил его по лицу удар пришелся в глаз подбежавшие спутники а куджавы скрутили драчуна и вызвали милицию после этого всем пришлось давать объяснения в ближайшем отделении говорят что узнав кого он ударил отчаянный куйбышевец пришел в восторг вот это да поставил синяк самому а куджаве кстати говоря последний от всяких претензий отказался и просил не применять к драчуну никаких санкций мол что с дела свои люди разберемся неясно было только одно как быть с фингалом как выходить с ним на сцену купили в ближайшей аптеке бодягу как называлась мазь из водорослей стали накладывать на глаз но не помогло пришлось прибегнуть к помощи темных очков в них а куджава и отработал всю оставшуюся программу в куйбышеве в октябре 64 а мы тем временем вернемся к письмо куджавы который уже цитировали и так вот несколько моментов странно определяющих мое положение за этот год я написал новый исторический роман но стоило мне предложить отрывок из него в литературную газету как тотчас получил ответ мы отрывков из исторических романов не публикуем почему что произошло далее я подал заявку в гослитное издание книжки избранных стихов не звука в ответ в издательстве музыка выкинули статью моих песнях я человек стойкий и закаленный но самое ужасное заключается в том что скоро мне нечем будет кормить мою многочисленную семью я понимаю что я человек неудобный а порой и трудный но несмотря на на это прошу вас разобраться во всем хорошо был от шалович хорошо мы разберемся а вот этот бронзовый житель нынешней самары тоже имеет прямое отношение к человеку о котором мы сегодня рассказываем к поэту булату шаловичу а куджаве в 1974 году на киностудии беларусь фильм снималась сказка алексея толстого а золотой ключик или приключения буратино и песни для этой картины тоже были заказаны о куджаве булата куджава давно и не раз признавался в своей любви к этой сказке толстого и к фильму поставленному еще в 1939 году на ялтинской киностудии наверное поэтому он с таким увлечением взялся за написание песен для новой картины и вскоре написал около десятка этих песен правда из этих десяти песен фильм вошли только пять причем все пять про отрицательных героев положительного же буратино у а куджавы отобрали и передали юрий энтину а в ответ на его недоумение пояснили знаете у вас не буратино а какой-то беспризорник получился и надо признаться что это так и было буратино булата а куджавы был больше похож на какого-то московского гавроша чем на этого бронзового красавца сыгранного фильме дмитрием иосифовым а вот на кого похож а куджавский карабас барабас это решать вам дорогие зрители да здравствует наш карабас удалой приятно нам жить под его бородой и он никакой не мучитель он просто наш друг и учитель с вами был михаил перепелкин московский карабас